Всем привет из околомосковья! Сегодня суббота, сейчас я поеду в Броннице. У нас снова весна, причем такая уже грязная весна. Сейчас я покажу везде, везде слякоть, дороги у нас здесь нормально нет. Я даже не знаю, когда ее сделают, но я очень надеюсь, что сделают. Сейчас мы поедем в Броннице. Ну что, поедем? Значит поедем. Поехали в Броннице. Сейчас покажу грязь. Какая у нас здесь грязюка. Вот такая вот у нас дорожка. И с этой стороны, и с этой стороны. То есть каблуки не оденешь. Ладно, поехали в Броннице. Кстати, небо вообще просто шикарное тоже сегодня. Красота. Сейчас приближу. Ну прям такое висячее, весеннее висячее небо. Все. Ладно. Едем. Едем, едем, едем. Так, выезжаю с заправки. Заправилась я сейчас 14.50. Три часа. У нас очень красивое небо. Я думаю, что сегодня будет очень красивый закат. Вот такое прям висит. Голубое-голубое небо. Не посмотрела я, сколько бензин. Ну, потому что просто все равно у меня вариантов не было. Мне там оставалось на 30 километров. Поэтому нужно было заправляться. Сейчас я скажу, сколько у нас бензина. Так, рядом с домом. Это я заправлялась на ТАТ «Нефть». 95-й, 36.80, 92-й, 33.70. Так, перестраиваемся, едем в Броннице. Небо покажи красиво. Вчера я начала штукатурить стены. Честно говоря, никогда не умела это делать. Но потом я посмотрела пару уроков на Ютубе и, в общем, начала это делать. Конечно, я делаю это по чуть-чуть. Я не профессионал. Я не знаю, будут ли они у меня идеально ровными в итоге. Но мне, в принципе, наверное, это и нафиг не надо. Главное, чтобы они были визуально хотя бы ровными. Потому что я не буду клеить никакие обои. Я просто покрашу белую краску. Вот. Пересмотрела еще кучу всяких роликов. Не знаю, мне кажется, в прошлой жизни я была мужчиной. Потому что мне этот процесс, в общем-то, очень-то нравится. Вот. Небо тоже красиво с этой стороны. Там солнце. Я думаю, что сегодня будет красивый закат. Не знаю, может быть, я успею на речку. Закат. Закат. Вот слово паразит. От него надо избавляться. Вот и будем избавляться. Так говорится. Собачку выголю будут. Сегодня у меня еще осталось, что по турке я еще поделаю кусочек стены. И если сейчас в карусели я найду пряжу, которая мне нужна, но мне кажется, там нету. У меня где-то дома есть, но я в куче своих коробок не могу найти свой этот рукодельный чемоданчик. Потому что вот руки требуют, чтобы куда-то приложили. Тем более у меня есть идеи. И очень хочется их воплотить. Потому что сегодня дорога красивая. Несмотря на то, что все деревья уже давно опало, вся листва из деревьев попала, все равно очень красиво. Сейчас заедем в карусель. Мне нужно купить кое-какие для дома вещи. Может быть, поснимаю в карусели. Просто мне, например, само интересно смотреть, когда блогеры показывают, что продается в магазинах. И поэтому мне, в общем-то, кажется, что мои видео из магазина тоже будут интересны. Главное, она будет интересна мне, наверное, спустя какое-то время. Дорога красивая. Хочу остановиться, потому что не знаю, о чем еще и о чем поговорить. Ну, такой кадр красивый. Ладно, оставим место для заката, потому что большие видео не хочется делать. Мне кажется, что 10-20-минутные, ну, максимум 30-минутные, это пределы. Если нет какого-то диалога, если нет какого-то движухи, если видео, как говорится, ни о чем. Видео ни о чем. А все равно иногда интересно смотреть. Сейчас под такую тучу заезжаем. Все, едем. Будет что-то интересное, я включусь. Впереди мужчина везет в вязанку дров, если можно так сказать. Там, сейчас я попробую поближе подъехать, поснимать. У него березовые, как это сказать, ну, короче, куски березы. Не знаю, кто знает, как сказать поумно, вы говорите. Я вот, кстати, мне тоже очень нравятся такие деревянные штучки. Я не знаю, для каких целей, конечно, он их везет. Сейчас мы объедем, посмотрим с другого ракуса. Но мне вот, например, такие вещи очень нравятся в декоре. Вот они у меня прям-то аккуратно такие порезанные. Не знаю, для чего. Расстраиваюсь. Мне, например, очень нравятся такие деревянные вещи в элементах декора. Я думаю, что у меня будет что-нибудь такое. Хотя у меня есть задумка камина, электрокамина в углу. И рядом с электрокамином неплохо было бы, да, там, вязанки дров сделать. Может быть, это вот либо березовые декоративные элементы. Вообще, вообще дерево, декоре мне очень нравится. Мне очень нравятся большие деревянные доски. Мне нравятся какие-то грубые дерева. Ну, небо, покрытое лаком. Запах дерева. Элементы природы. Если можно так сказать. Так, вот мы, я уже мы. Я и мой конь мы. Я подъезжаю уже к повороту на Броннице. Мне его не пропустить, иначе я поеду дальше. По деревням и селам. Приехала я к моему магазину, которым я чаще всего закупаюсь. Это карусель. Карусель. Сегодня здесь очень много народу. Ну, хотя бы потому, что сегодня суббота. Суббота закупочный день. Я не могу сказать, что здесь цены ниже, чем, например, у нас пятерочки рядом с домом. Они даже на порядок и повыше будут. Не на порядок, но на чуть-чуть. Но как бы там на многие, на большинство продукции они будут побольше. Повыше. Но здесь радует то, что ассортимент побольше. Есть из чего выбрать. Ну, и, наверное, по акции можно что-то купить хорошее. Ну, как хорошее. То же самое, просто подешевле. Тут движуха такая идет. Правда, действительно, очень много людей здесь закупаются. Мне кажется, это, наверное, ближайший гипермаркет. Вот если ехать не в сторону Москвы. Потому что в сторону Москвы там есть и зельгроз, и еще какие-то. Но пока туда доедешь, там всегда пробка в сторону Москвы. Поэтому получается быстрее ехать сюда. Даже если там будет что-то подешевле. Но, опять же, бензин, время. Если все это сложить, то, в общем-то, получается то же на то же. То есть никакого смысла туда ехать нет. Все, пойдем в карусель. Посмотрю, что там интересного есть. Куплю какие-то свои вещи. И попробуем заехать на закат. Новый год. Пожалуйста, 119 рублей. Ну, вот такая вот елка. Ну, вот такая елка. Вообще уже... Такая вот, 79 рублей. Свечки. Сверху. Тоже даст. Сверху. Сверху. Три месяца. Платила. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Купила вот такой хлеб, горячий еще, один такой, один с семечками. У меня свежий, очень вкусно. Еще взяла по скидке сервелат. Взяла сервелат. Взяла сервелат. Целую палку. Со скидкой она 139 рублей. Что еще по скидке взяла... Взяла, взяла, взяла. Сайру горячего копчения. Со скидкой она 24,95. Что называется, удачно ты зашел. Фунтик. И еще тоже со скидкой взяла кусок красной рыбы. Кусок красной рыбы со скидкой 99 рублей. Мы ее долго хранить не будем, но ее прям как бы сегодня и... И сожрем. Так, вот такие вот у меня покупочки. Складываем их обратно. Там не зашла, думала, может ли там есть что-то для рукоделия. Ничего там нету. Это уже Новый год везде. Не знаю, у меня еще нет повогоднего настроения. Что должно, конечно. Если часто ходить по магазинам, новогоднее настроение может появиться и в ноябре. Уже потихонечку темнеть начинает. Сейчас покажу так. Красиво. Красивое небо. Красивое небо. Красивое небо. Красивое небо. Блин, была же мысль о чем-то сказать. Как-то она пришла. Это мысль. Пришла и ушла. А, мысль. Она вернулась. Сегодня у моей подружки день рождения. Она, правда, не хочет его праздновать. Не знаю, мне кажется, не хочет его фишировать. Либо я, конечно, ошибаюсь с датами. Но мне почему-то кажется, что она сегодня. Просто ни одни соцсети этого не подтверждают. То есть там нет информации, когда у человека день рождения. Я не знаю, она скрывается, наверное. Но мне кажется, что день рождения сегодня. Я ее уже поздравила по соцсети. Я думаю, что я позвоню ей еще. Еще поздравлю по телефону. Пытаюсь вспомнить, сколько лет я ее знаю. По-моему... Что самое интересное, кстати, очень многое в моей жизни произошло по интернету. Каким образом? То есть очень много людей, которые вошли в мою жизнь и в ней остались, из интернета. Это к тому, что все говорят, что нужно искать только по знакомству, там, тех же мастеров, еще что-то. Ничего подобного. По крайней мере, у меня. И с этой моей подружкой мы тоже познакомились по интернету. Снимали квартиру когда-то вместе. Потом работали вместе. Потом не работали вместе. И в итоге... Я не помню, не соврать бы. С 2008 года, мне кажется, я ее знаю. Или с 2009. По-моему, с 2009. Или с 2008. Нет, с 2009. Да, точно. С 2009 года мы с ней пару лет снимали вместе квартиру на Щелковской. И сегодня у нее день рождения. Она не хочет его праздновать, как я уже сказала. Но... Это не повод не поздравлять ее с ним. Сейчас я займусь поздравлением, а потом поедем на закат. Кстати, я уже... Я сегодня ее уже вспоминала в соцсетях. Когда мы жили вместе, один из самых необычных подарков, который я получила. Я проснулась, и с утра у меня на столе стоял торт, который назывался «Черный принц». И записочка от нем, потому что она уходила раньше. «С днем рождения дарю тебе черного принца». Собственно, да. Вот, я, к сожалению, не нашла эту... Я фотографировала тогда, но, честно говоря, я не нашла фотографию. Я хотела ей прислать ту фотографию с торта «Черный принц», эту записку, но я просто не нашла его. Искала, искала. Не нашла. Вот. Все, сейчас я ее поздравляю, а потом едем смотреть закат. Еще сниму небо. Оно такое темное-темное. Темнеет-темнеет. Может быть, если солнце-то не выйдет, заката красивого не будет. Но, тем не менее, нам есть чем заняться дома. Все, ладно, поехали. Все, ладно. Все, ладно. Все, ладно. Все, ладно. Все, ладно. Продолжение следует...